Больше тысячи человек в Самаре вышли на массовую пробежку. По улицам областной столицы в 13-й раз промчалась легкоатлетическая эстафета на призы Самарской губернской думы. В этом году в ней приняло участие рекордное количество спортсменов. Удалась ли на финише интрига, узнал Кирилл Козин. На набережной не протолкнуться. Участники эстафеты заняли весь Маяковский спуск. В стройных рядах команды городских округов, учебных заведений, предприятий региона и политических партий. В этой эстафете я принимаю участие в первый раз. Сегодня со мной приехали мои одноклассники, друзья из других школ. Будем соревноваться и побеждать. Дистанция эстафеты протянулась по Волжскому шоссе, улице Лесной и Северо-Восточной магистрали. Командам предстоит преодолеть 19 этапов. 13 из них мужские и 6 женские. Длина каждого от 180 до 700 метров. 13-я легкоатлетическая эстафета на призы Самарской губернской думы стала самой массовой за всю историю ее проведения. На старт вышли 57 команд. Всего около 1200 спортсменов. Я хотел бы сказать о том, что за эти 13 лет в части развития физической культуры и спорта в Самарской области, произошли очень большие изменения. Для губернатора Самарской области Николая Ивановича Верхушникова, для нас, для депутатов Самарской губернской думы, развитие физической культуры и спорта, привлечение людей к здоровому образу жизни. Это приоритет на одной из главных направлений. На финише интриги не вышло. 11 раз подряд победителем стала команда Тольятти. Каждый раз сложно и каждый раз по-разному, потому что команда все равно обновляется, стрички, так сказать, уходят, молодежь приходит. И, как сказать, тут сложно сказать, потому что Самара тоже очень достойная команда, и с ними состязаться, так сказать, очень сложно. В итоге места в главной группе среди команд городских округов распределились следующим образом. Тольятти первая, за ними Самара, а замкнул тройку Чапаевск. Наградили отдельных участников эстафеты, самых молодых и самых взрослых бегунов, а также победителя самого длинного этапа. Все они получили медали и грамоты. Кирилл Козин, Виктор Соколов, Новости губернии.